здравствуйте снова продолжаю свою новую рубрику в данном обзоре я попробую рассказать специфику данной игры какие такие примитивные вещи какие-то движения какие вы можете использовать в ней в основном это будет интересно тем людям которые у которых playstation 3 нету но и xbox а потому что она игра вышла в 2011 году году на этих потом а для тех кто будет играть на пк на пк который скачать все начиная с 3 июля она выйдет вот ну конечно скорее всего будет на клатура играть ну конечно клатура в эту игру играть извращение я вам сразу скажу извращение я вам расскажу конечно именно управление на приставке но она также подходит все и надеюсь она поможет вам как-то быстрее научиться в эту игру играть какие-то движения все остальное само собой я выбираю jackson потому что я именно ими за умею играть так начнем для начала вы можете выиграть выбрать на экране персонажа еще костюмы дополнительные вот у jackson два костюма вот клонка просто подтверждение у меня x и той же кнопка старт вот видите второй костюм они не помню как зарабатываются начата вроде проходить там по сюжету ну выберем второй костюм так 2 персонажа выберем давайте скорпиона классический так давай час вам быстренько объясню основные движения персонажей все остальное что вы знали чтобы нам не надо было вам искать что вы как так ну смотрите наверху увидите линейка персонажей их не оружится посередине время кругляшок но он тут нет этот тренинг дальше снизу вот снизу от меня и снизу от скорпиона это датчик накопления датчик накопления он накапливается в зависимости от того как вы атакуете или как вас такой как вы блокируете допустим смотрите видите давайте с вами сделаем так а ведь я нажал то есть я поставил в настройках было что полный метр блин зачем я это сделал непонятно сейчас мы уберем его давайте я потрачу чтобы быстренько сейчас я чтобы понимали вот смотрите вот у меня сейчас метр не накоплен да хотя в начале боя у вас будет не по метру накоплено для того чтобы накопить ну допустим я вот я ведь ударяю его да у меня купится метр также когда соперник меня ударяет сейчас попробуем если не ошибаюсь ну-ка видите меня он бьет у меня копится линейка то есть тут как бы нет определенного там сколько-то ударил ну просто бьют и копится бьют и копится вот смотрите накопилась у меня линейка вот накопилась мне линейка для чего да блин захват меня бита накопилась ли мне линейка для чего она нужна но что прежде чем об этом рассказать давайте я вам расскажу определенных какие движения все остальное ну стандартная рука еще рука левая рука вот правая левая рука потом нога и другая нога левая правая это понятно движение у него вот вы можете просто идти вперед можете идти назад можете сближаться быстрее это называется дэш то есть два раза назад два раза вперед это в определенных тактические маневры используем блок ну мне тут на приставке вывода на компьютере кнопку зажимаете вы можете в принципе управление менять как хотите вот это уже от вас зависит блок ну тоже держать как и в прошлой версии mortal kombat а блок понятно дальше бросок у меня он запрограммировал стандартный да то есть тут не вы можете нажимать две кнопки нажать я туплю да у меня квадрат x вас не знаю как у меня вот вот ведь то есть понятно блок бросок дальше менять стойку это непонятно для чего нужно я так вроде к не помню для каких целях вроде некоторые персонажи могут зависеть от изменения стойки они могут что-то короче это движение китмец понятно дальше теперь движение ну вот у джакса допустим ну я так быстро вот движение например кидать потом баджакса более детально объясню вот эти у меня кидаю да у меня кстати копится линейка нет не копится вот движение различные есть вот вот у него вот это допустим вот это да ну просто нажимаешь делаешь их линейка нужна для того чтобы для чего вообще линейка нужна вот есть стандартный допустим сейчас я сделаю чтоб у меня суперметр вот стандартный да это например вниз вперед треугольник да у вас там по-другому будет а для того чтобы использовать линейку у него дополнительные свойства и появляется у приема допустим смотрите вот сейчас использовал полоску вот тоже использую полоску то есть смотрите в стандартном получается 1 с полоской 2 также у других персонажей у них дополнительные свойства пылу появляется например вот эта вещь вообще убойная у джакса используя полоску я выдержу даже одним удар то есть соперник какой-то удар при начнет делать я смогу его сбить и поймать его легко причем то есть вот для чего больше нужно это дальше еще момент какой новая к я вещь появилась ну тоже многие об этом знают но все-таки скажу вот когда на комплексе три полоски три полоски у вас возможность есть сделать x-ray это прием который убавляет определенное количество жизни конкретно у джакса это не блокируем удар сейчас покажу что у себя представляет он тратите три полоски вот смотрите вот я нажимаю это две кнопки нажимать это у меня кнопка блока и как у вас там кнопка смена стойки у вас посмотрите сам вот нажимая то есть и блокируем удар есть соперник не перепрыгнет и охота у других разные персонажи эти же x-ray можно использовать в комбо то есть вы какую-то там комбинации комбинации делайте 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 нажимаете кнопку и у вас жизни больше убавляется также еще тут быстренько пробегусь возможность есть делать брекер то есть во время какой-то какого-то комбо в отношении вас вы хотите прервать это комбо вы используете нажимаете вперед блок сейчас вам покажу как это делается и тогда вы прерываете серию это тратит две полоски сейчас конкретно покажу на персонажа сейчас компьютером я попробую что-нибудь сделать так сейчас подождите подождите вот смотрите сейчас но блин что-то не получается вот я попробую взял ну дел ну придурок вот это брейкер то есть я нажимаю вперед блок когда он делает какую-то комбо именно к хиты когда падают и тем самым я прерываю вот это основные так сказать нововведение но и где нет основные геймплейные моменты сейчас подумаю что еще вам забыл рассказать так вот не бесит эта вещь а ну само собой у них есть у каждого фаталити по два фаталити есть бабалити комбинации этих фаталити бабалити вы сможете посмотрите вот в муф листе затем муф лист еще есть еще одно секретное фаталити у каждого но вы ищите его сами также тут есть бабалити для того чтобы его сделать надо чтобы 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 в последнем раунде вы не нажимаемый блок не нажимали если вы это не сделаете вы сделать тогда вы сможете извращнуться и превратить вашего соперника в ребенка также есть перекочевал с муртал комбаб что-то у нас есть эти стейдж стейджи то есть когда вы скидываете в определенных аренах игрока например там на коле или там под пресс ну какие такие вещи тоже специфические приемы в определенных арендах но в принципе я вам все рассказал такие основные аспекты дальше я буду рассказывать больше скорее всего в следующем обзоре я коснусь именно определенных персонажей как их драться кем кто нажимать и все остальное ну на этом закончим до скорых встреч